всем привет мы нет я смотрю это папа поехали в баку сегодня 20 июня половина седьмого утра да мы летим в грузию наконец-то наша мечта долгожданная осуществилась год мы ждали дальше даже больше года если быть точными вот и мы сегодня улетаем едем в аэропорт папа нас наш проводил поехал на работу и вот зяки нас везет выехали мы со двора и будем двигаться сначала вот сейчас я переведу камеру по проспекту а то тюрька мы едем и это счастье согласно громче говори марияш ничего не слышно вперед подайся чуть-чуть моего ты не только считала что то еще сделал на и каждый день зачеркивала каждый божий день 88 дней марияша с утра вставала и перед школой зачеркивала конечно ты же умница да так что вот так друзья сейчас уже не получается когда захотела встала полетела ждем окончания школы билеты были куплены в январе представляется с января месяца мы вот так вот на чемоданах практически с чемоданным настроением ну в общем улетаем немножко дорогу поснимаю сейчас будем выезжать из туннеля здесь вот этот мол куда мы ходим в кино макдональдс вот этот вот тоже иногда позволяем себе вот этот наш гянчлик мол и поехали кстати посмотрите как марияш ему волосы постригли покажи свои волосы да да короче коротко решили мы облегчить немножко стрижку длину убрать чтобы было удобно плюс быстро волосы будут сохнуть ну а за лето отрастут вы довольны и счастливы на самом деле мы хотели по другому постричь вот так вот мы туда ехали мы там увидели одну девочку громче у нее волосы были постричены вот так и мама предложила а может тебя тоже так постричем я согласилась почему не получилось света да света нас отговорила говорит что это будет не очень эстетично когда волосы собраны будет как красивый хвостик в общем послушали мы свету как профессионала и постригли ровненько покажу вам красивый наш баку утро ранее машин мало сейчас попозже начнется уже начнутся пробки несмотря на то что вроде бы школы закончились но вообще обучение все равно машин в городе очень много даже во время школы не было таких пробок как мы вот зяки вот эти дни попали а зяки пробка я не джитош мишите сизна да да сейчас красота никого нет чекеля так пока светофор иду на паузу это цветочный магазин вот этот он работает круглосуточно у нас в основном все цветочные магазины большинство по крайней мере работает круглосуточно такая погода приятная сейчас я смотрела прогноз в грузии 19 градусов в тбилиси мы летим кстати в тбилиси а вот оттуда уже нас будет гигла встречать и мы поедем с халтуба вот это наш легендарный центр имени гейдара алиева очень красивое сооружение и вот так вот мы выезжаем на проспект и едем и да азербайджан проспект это да да и да алиев проспект мне нравится очень пытаются дома наше легендарная башня с часами тоже монтина наверное шумно немножко окно я свое подниму так здесь такие огромные расположенные офис центры всевозможные наши крупных холдингов сокар и так далее такие высотки я не хочу сказать сейчас скажи вы знаете по моему мнению вот эта башня с часами похожа на Биг Бен в Нью Йорке или где то там в Америке короче Биг Бен разве в Нью Йорке? в Англии в Англии то есть да я имела ввиду какие то английские страны английские страны Марьяша ты имела ввиду зарубежные страны? да зарубежные страны имела ввиду? да ладно продолжаем движение вот посмотрите какие они огромные вот это интересная очень конструкция такая вот это тоже ажурный низ сейчас сейчас подъезжаем уже к станции Азизбеково Азизбеково ну да все это горгут станция я все по старинке старые названия знаю как то я уже эту дорогу показывала и не раз но все равно едем вот такой у нас огромный 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 здесь браво это супермаркет да и вот она станция метро бывшая Азизбекова ныне Деде Кургут я от волнения поверите все слова растеряла не могу слов подобрать вот такая здесь развязка у нас тут тоже стадион обожаю этот стадион вечером потому что он когда светится но не какие-то там вот такие цвета а например там красные да он очень хорошо освещается цвета флага а потом другие какие-то там ой как поливают ай до всяких нижек пусть не на автон до дурада как бы я сейчас нырнула бы вот эти фонтанчики красота ой люди какое счастье наконец 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 наша любимая Грузия да вот мы всякие обсуждали тему сейчас по вот такой пустой дороге максимум мы за 20 минут уже по аэропорту рейс у нас в половине десятого выехали мы в половине седьмого за три часа до регистрации надо быть в аэропорту пока багаж туда-сюда но вы сами все прекрасно знаете того что дорога здесь занимает мало времени мы взяли на запас два с половиной часа доедем пока в общем багаж нанесем у нас два чемодана аэропорт близко к черте в черте города находится это очень удобно у нас закрыты наземные границы можно только самолетом добраться не знаю вроде бы ковид ограничения до 1 июля потом они снимают ковидную блокаду ну якобы не знаю по крайней мере пока других каких-то ну другой информации нет так что возможно с 1 июня июля наземные границы откроют ну дай бог дай бог чтобы открыли народ тогда хлынет в Грузию ну и вообще это конечно экономно но хочу я вам сказать вот мы купили билеты в январе и сейчас секундочку да в общем купили мы билеты в январе и на тот момент билеты нам обошлись в 55 долларов на человека без багажа багаж брали дополнительно багаж обошелся вот 46 килограмм 23 на меня 23 на марьяшу обошелся в 30 долларов по итогу в общем во всем целом нам эта поездка обходится значит 110 и 30 140 долларов вот такая очень приятная цена абсолютно она нас устроила единственное что было конечно сложно полгода ждать когда полетим спасибо дарьи ханум она очень опять внимательно отнеслась к нам это туроператор если кто не знает мы уже несколько лет сотрудничаем очень приятная красивая и невероятно девушка и в общении с ней легко она уже нам зарегистрировала прошли мы регистрацию онлайн все у нас уже посадочные места все это готово но вчера мы с ней связывались и вот самый главный момент как я упустила не нужно делать перед отъездом ковид тест у меня три прививки все есть и бустерную я тоже сделала у меня соответствующий документ он со мной такое удостоверение Грузия сняла наши тоже сняли не нужны никакие слава богу ПЦР тесты как мы в прошлом году мучились до отъезда по прибытию через три дня мы делали тест за 48 часов до вылета обратно это была такая морока я даже сейчас не говорю про деньги это было очень некомфортно вот эта вся история ну для всех и в том числе для нас соответственно да вот а вот сейчас мы просто летим в себе как раньше как как в привычной нормальной жизни я очень рада что сняли эти тесты потому что в обоих что-то больно делают ну как например тот мужчина который мне делал он что-то там он залезал было неприятно ну он не виноват марияж я тебе говорила он обязан да чтобы взять анализ он должен поглубже был в носик твой а почему в грузии было наоборот в грузии вообще щеку нам когда мы приехали вот через три дня помнишь щечку делали ты еще так испугалась а там я сказал нет это щечка и как при анализе днк прям а уже когда улетали да опять в носик но было не больно вот марияж до сих пор вспоминает что в баку больно было а в грузии нет так сейчас побудем уже уже наш аэропорт вот он виден полетная вышка не поверите все слова на самом деле растеряла забыла не могу даже толком разговаривать мы сегодня с марияжей практически ночью не спали я не спала она не спала в общем еле-еле кое-как мы уснули я не успела уснуть уже пора просыпаться будильник но чувствую себя замечательно ой солнце не вижу что снимаю вот так наконец я вспомнила не полетная вышка а диспетчерская господи все плохо вот наш красавец аэропорт имени гейдара алиевича алиева и вот сейчас подъезжаем уже мы фактически еще буквально минута и мы на территории аэропорта я никогда не забуду эту рамку рамку да сейчас аэропорт сниму у нас два здания старое и новое советских времен его тоже отреставрировали прекрасно выглядит оно два терминала наверное можно так сказать и современные уже внутри тоже поснимаю я снимала но все равно это главная таможенная и даре и даре и даре росте ленденед меди аэропорт ио били раме и даре хава неглея цена башки и даре и даре и даре это господи я же говорю нельзя на этом вот весны ио 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 вот красота какая простите мне мое косноязычие наше новое наше новое сейчас уже буду прощаться а потом уже поснимаю внутри немного немного ио и это и ио 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 Совершенно аэропорт. Марьяшка. Такая у нас модняха. И нам надо подняться наверх. Там хочу посидеть, выпить кофе. Вот такая красота. Здесь фудкорт, там Макдональдс, еще какие-то кафешки. А наверху уже посадка. Айден. Ты знаешь, такое чувство, как будто это и аэропорт, и торговый центр. Да. Самолеты. Какой красивый там стоит. Целых два. Так, давай идем. Все, мы прошли таможенный контроль и сидим в кафешке. Да, и кем плачет? Капутино. Очень атмосферное такое местечко, симпатичное. Стеллажи с книгами вместо ограждений, вместо стен. И вот так. Сейчас выпьем и пойдем уже тихо-тихо на посадку. Капутино. Капутино. Мама, смотри, какие короны гости. Мариаша играет, кто хочет стать миллионером. Мама, смотри, какие короны гости. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну не знаю, да, в Кудайсе есть аэропорт прям рядом, да с нами, но туда рейсов, к сожалению, нет Так, мы садимся Субтитры делал DimaTorzok Принесу с той стороны салона У нас его в окно не видно Ну, мы уже видели Тацминда Видели колесо обозрения, дивизионную вышку, все это мы уже лицезрели И вот уже садимся Я бы не видела Тебе не видно, ты же низкой сидишь, а я высоко оттуда мне видно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok